Вручаем, Господь, наших детей в Твою любящую отцовскую руку. Слово Твое говорит, даже если мама оставит своих детей, то Ты никогда не оставляешь своих детей, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Веди наших детей, Господь, Отец. Аллилуйя, Отец. Взращивай. Даваем личное откровение, Господь, с этого возраста, Господь, погружай их в силу Святого Духа, с этого возраста, Господь, дай им быть просто погруженными в Твою славу, Господь, Аллилуйя, Отец. Дай им, Господь, просто быть носителями, Господь, Твоей Божьей силой, Твоей Божьей премудрости, Твоей Божьей любви. Прими за все славу и честь их полу, Господь. Мы просто благословляем наших детей именем нашего Господа Иисуса Христа и Церковь Божья скажет. Аминь. Проходите, детки, на воскреску. Пусть Бог благословит руководителей сегодня. Да? Это мне? Да? Че? А, за Тедди просит помолиться. Господь благословит Тедди, Аллилуйя, чтобы он никогда не болел, чтобы у него ручки и ножки были на месте, Аллилуйя, чтобы на нем было Твое помазание, чтобы через эту Амишу, Тедди, Господь, детки получали мир в свое сердце и полное исцеление во имя Иисуса. Держи, Давид. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Самая мощная вера – это вера наших детей. Аминь. Тема моей проповеди сегодня – как отличать истинные откровения от ложных. Где-то три недели тому назад я проповедовал вообще об откровении по 118-му псалму. 118-й псалом, он очень уникален. В прошлом веке один ученый-математик получил даже Нобелевскую премию за математические открытия, которые он сделал на основании Библии. Очень много математических открытий. И вот одно из таких открытий, он разбил Библию по главам. И когда разделил пополам Библию, то ровно в сердце Библии оказался 117-й псалом. Псалом номер 117. И математики так интересно, так очень обратили внимание, что с левой стороны от 117-го псалма находится самый короткий псалом – 116-й, а с правой стороны находится самый длинный псалом – 118-й. Если вы так посмотрите, будет очень интересно. Сегодня я буду больше говорить о том, как нам различать, потому что 118-й псалом говорит вообще о том, что такое откровение, как прекрасно получать откровение, что получать откровение – это вообще настолько удивительно. Я могу так сказать, потому как ты получаешь откровение, ты можешь сразу определить, рожден ты вообще свыше или не рожден. Когда один из законников в Израиле тайно пришел ночью к Иисусу Христу, и он начал задавать ему различные вопросы, Иисус Христос ему сказал, «Должно вам родиться свыше от воды и от Святого Духа». И Никодим начал говорить, начал размышлять и говорит, «Ну, как же мне опять родиться заново? Это что мне, опять войти в утробу матери своей и опять родиться? Я не понимаю, о чем ты говоришь». И Иисус Христос ему сказал, «Ты учитель Израилев и не понимаешь таких элементарных вещей. Если тебе, буду говорить о более сложных вещах, как ты поймешь, если ты не понимаешь такого простого?» «Должно вам родиться свыше от воды и от Святого Духа». И приходит слово, и не знаешь, откуда оно приходит и куда уходит. «Так бывает со всяким, рожденным свыше». Так написано? Вот это откровение. Человек, который рожден свыше, он имеет откровение, он получает совершенно невероятные какие-то вещи. Но нам сегодня надо разобраться, как отличить. От Бога ли это откровение? Или, может быть, это мне что-то навеяло? Это, может быть, мои мысли? Или, может быть, это от дьявола? Может быть, это от лукавого? Давайте мы откроем 2-е послание Петра, 2-я глава. Библия нас вообще предупреждает о том, что в последние времена будет очень много лжеучений, будет очень много лжеучителей, будет очень много лжехристов буквально. И как вот нам в это последнее время, потому что оно уже наступило, бодрствовать и различать, а где же истинное откровение? А какое откровение действительно от Бога? 2 Петра, 2-я глава, с 1 стиха мы можем прочитать. Апостол Петр, столб в Иерусалимском храме, в Иерусалимской церкви, предупреждает нас с 1 стиха. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания, если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомские и Гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные. Можете себе представить, лот, он находился, это не просто, находился в самой развратной среде, то есть буквально сегодня то, что мы можем услышать по новостям, где-то вот как-то дистанционно, отдаленно только увидеть, о том, что там какие-то бесчинства, там беженцы, там просто делают какие-то очень страшные вещи, там зеленые, там голубые, там красные, там белые, уже все вот так перемешалось. Но у Ной все было, намного это все было, знаете, сконцентрировано, это буквально ожидало его за дверью, он даже не мог выйти, даже когда ангелы пришли, я хочу сказать, настоящие ангелы пришли, когда они гостили у него, и вот эти садомяне, они пришли к его дворям и начали стучаться, и говорят, отдай нам этих ангелов, мы хотим их познать. Что означает познать? Все знают, что такое познать? Они буквально говорили о том, что мы хотим ступить с ними в сексуальные, в половые отношения. Можете себе представить, насколько это все было демонстративно, то есть никто ничего не скрывает о том, что мы хотим их. То есть вообще, ну то есть, ужас разрата того времени, он просто был ужасным, и Лот жил вот в этой среде. И Бог в определенный момент вывел его перед тем, как истребить эти города. Конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. А наипаче тех, которые идут вслед скверных похоть и плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, не страшатся злословить высших, тогда как и ангелы, превосходя их крепостью и силой, не произносят на них пред Господом укоризненного суда. Они, как бессловесные животные, вводимые природой, рожденные на уловление и истребление, злословят то, чего не понимают, в растлении своем истребятся. Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши. Срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, и, пиршествуя с вами, глаза у них исполнены любострасти и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Сорова, который возлюбил мзду неправедную. Он был обличен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка. Это безводные источники, облака и мглы гонимую бурью. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Ибо произнося, давайте мы это запомним, надутое пустословие, надутое пустословие. То есть в этих словах то, что они говорят, то, чему они учат, нет никакой силы, нет никакой мудрости, нет никакой тем более Божьей любви. Они уловляют плоские похоти и разрат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу, будучи сами, рабы тления. Давайте мы это запомним, о том, что сегодня мы можем определить лжеучителей, или лжеапостолов, или же Христов тем, о том, что они обещают свободу, сами находясь рабами тления, находясь в каком-то грехе. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав возвратиться назад от преданной им в святой заповоде. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину и, вымытая свинья, идет валяться в грязи. Параллельные стихи, которые мы можем тут же посмотреть, там, 20 стих или 21, оно приводится в Евангелие от Матфея в 12 главе с 43 по 45 стихи. И там Иисус Христос говорит о том, что это та глава, где Иисус Христос изгоняет бесов. И Он говорит, что когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам. То есть, здесь Иисус Христос говорит, что происходит со освобожденным человеком. Ища покоя и не находит. То есть, дух, бес выходит из человека. До этого Он его мучил, давал ему какие-то страшные мысли, суицидальные мысли, толкал его на какие-то страшные преступления, держал его в состоянии какого-то порока или в состоянии какой-то бесконечной какой-то вины. 44 стих. Тогда говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел, это бес говорит, дух говорит нечистый. И придя, находит его незанятым». Очень важно вот это помнить нам, о том, что если чей-то дом не занят, обязательно кто-то захочет его заселить, завладеть этим домом, заполнить его чем-то своим. Находит его незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собой семь других духов, злейших себя и войдя живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет и с этим злым родом. Аминь. Это слова самого Господа Иисуса Христа, которые нам надо всегда помнить, держаться вот этих истин, потому что это очень четкое, жесткое предупреждение. Я хотел бы, можно вот фотографию. Мы с Наташей были недавно в Казахстане, мы просили за нас молиться, спасибо большое за молитвы. Было собрание пастырей, пастырей бывшего объединения церковь Благая Весть. Это было большое объединение. То, что вот здесь вы видите на снимке, это всего лишь может быть четвертая часть всех пастырей, которая была. У нас только братская была, более 40 человек братьев, и все такие мужи веры, все такие очень мощные, сильные молитвенники, проповедники. И здесь вот с левой стороны брат стоит Юрий Морозов наверху во втором ряду вместе с супругой Аллой Морозовой. Он сегодня пастырь, центр реабилитации для наркоманов, в основном для нарко и алкозависимых. Мы спросили, сколько на сегодняшний день находится постоянный реабилитантов, но он говорит, что-то где-то стабильно, не менее 40, стабильно, не 40, это число вырастает, до 100, 60, 70, но стабильно, костяк, это 40 бывших наркозависимых, которые сегодня уже стали служителями. Следующий, Абай Трубергенов, внизу сидит его жена Сауле, я когда-то получил на них слово знания, когда я увидел Сауле, я сразу понял, что это жена Абая, я сказал, Сауле тебе надо повидаться с одним братом, она была с пабдийской церкви, а Абай был тогда с церкви Грейс, и когда они встретились, уже через два месяца они поженились, и на сегодняшний день у них шестеро детей, слава нашему Богу. Третий брат стоит во втором ряду, это Сергей Шеврин, которого я рукоположил вместо себя, внизу сидит Гульшара Шеврина, он наполовину еврей, наполовину русский, по-моему, да, Наталья? Но это не важно, важно то, что он сегодня продолжает нести служение, что он благословенный пастырь, он занял мое место в той церкви, которую мы оставили ему, это церковь Любовь Христова. Дальше вы знаете, кто это, Геннадий, там внизу Наталья, с левой стороны от меня сидит Игорь Пак, это еще один пастырь, которого я руку полагал в Казахстане, он сейчас пастырь церкви Камагридеша, внизу сидит его супруга Валя, Валентина, и с правой стороны получается замыкает брат Сергей вместе с супругой Ириной Серовой, они сегодня пастыри тоже немаленькой церкви, вечной Евангелии, вот мы вместе когда-то несли служение, он был старшим пастырем, я был младшим пастырем в объединении благая весть. почему я сегодня показываю этот снимок, потому что я хочу сказать, что вот эти мужи, да, вот эти братья, которые выставили когда-то, вот в этой жесткой довольно брани, которая была в 90-х годах, я бы просто на самом деле сказал о том, что ну это реально на сегодняшний день столпы веры, потому что то, что мы когда-то вместе пережили, да, но просто это было трудно на самом деле пережить, если бы с нами не было Господа Иисуса Христа. И я хотел бы сегодня немножко рассказать. Прошло уже более 20 лет, я уже более 20 лет как пастырь в церкви и 26 лет я верю в Иисуса Христа, в 91-м году я его веровал, в 93-м году меня рукоположили на учителя библейской школы и в 95-м году я был рукоположен как помощник пастыря и уже с 96-го года я являюсь пастырем церкви на то время Благая Весть. Что происходило тогда, я хотел бы поделиться, потому что это послужит для нашего совместного опыта, потому что были какие-то хорошие моменты, были какие-то такие минусы, были очень мощные откровения, было сильное пробуждение тысячу людей приходили к Иисусу Христу, церкви быстро разрастались, это было падение советского режима, это был развал, и в то же время это было, знаете, какое-то, знаете, время каких-то Божьих благословений, когда определенная часть людей приняла решение жить с Богом, свергнуть себя какой-то, знаете, на самом деле, тоталитарный режим, люди, которые захотели жить с Иисусом Христом, люди, которые захотели жить с Богом и в Боге. Я не буду называть имена старших пастырей, потому что могу сразу так наперед сказать, что вся первая линия старших пастырей, апостолов, епископов, это были первые служители, это были тоже, знаете, мощные, довольные служители, мы на них смотрели, мы на них равнялись, но вся эта первая линия, она упала, и при том упала самым таким жесточайшим образом. Я не осуждаю их ни в коем случае, я думаю, что упали они в основном по той причине, потому что они просто не выдержали того напора, который на них на то время свалился, упал. Вот этот натиск, потому что пришло благословение, пришло пробуждение, пришли какие-то финансы, пришла слава, пришла узнаваемость, пришла какая-то власть, то есть благая весть начала разрастаться, и это было по всему бывшему союзу, в Москве одного пастыря посадили, по всем столицам, по всем городам, то есть это было довольно мощное такое братство, в каждом крупном городе у нас была своя церковь, свои какие-то филиалы. И посмотрите, я хотел поделиться одним таким откровением, чтобы вы сразу отличили, от Бога ли оно было, да? Вдруг до нас доходит о том, что с Москвы доходит нехорошая весть о том, что старший пастор, епископ, апостол церкви, он получил откровение, и получил откровение у нас в Казахстане во время одной большой конференции, он увидел лик какой-то красивой девушки на стене, и эта девушка была похожа на еврейку, и Бог ей сказал, что она будет его женой, а на то время он являлся отцом двоих детей уже, которые уже школу заканчивали, на то время у него была жена, и эта жена была верующая, она была в завете, она была служителем церкви, она вела служение, и апостол получает такое откровение, и вы знаете, в чем опасность? Вот мы слушаем кого-то, да, вот, ну, говорит правильно, говорит правильно, у апостола были хорошие учения, хорошие, ну, это не было, я бы так сказал, что здесь уже был какой-то такой подвох, лично я начал его уже ощущать, потому что в основном брат проповедовал на основании чьих-то откровений, в основном это были учения Дерека Принца, и он на основании их уже выстраивал свои какие-то учения, то есть личных откровений у него не было, но у него уже был авторитет, знаете, какая-то власть, какая-то сила, какая-то позиция, представляете, человек сидит в Москве, и он получает очередное откровение о том, что, и послушайте внимательно, внимательно, вот это страшная вещь, на самом деле, которая произошла, он получает откровение, что такого-то, такого-то числа, это было где-то в августе, ну, например, 16 августа его жена умрет, жена слышит это все, узнает, он объявляет это в церкви, какая-то часть церкви принимает, какая-то часть церкви не принимает, какая-то часть церкви начинает молиться за то, что, ну, они ждут, то есть 16 августа этот человек должен умереть, а на ее место должна прийти другая, как вы думаете, это откровение от кого? Это что, от Бога, да? Просто мы все в ужасе, но в том плане, что мы слушаем, до нас это доходит, просто мы начинаем молиться, кого отправить? Ну, выбор упал на меня, отправляет меня в Москву, да? Я приезжаю туда, начинаю там проповедовать, начинаю лично с ним разговаривать, предупреждаю его, пытаюсь его каким-то образом ущевать, делаю какие-то такие замечания в плане того, что, думаю, если бы, ну, я не знаю, если бы я сейчас поехал, думаю, вот сейчас бы я, наверное, поехал бы уже, если бы я знал, куда я еду и чем это все закончится, я думаю, поехал, в то время как раз работал врачом-психиатром параллельно, у меня было, в принципе, все для того, чтобы, просто, думаю, влупить бы ему дозу какого-то такого, знаете, такого нейролептика пролонгированного, там, типа, Мадетана Депо или там Галлоперидолу, чтобы он несколько месяцев вот так валялся как овощ, подумал бы своей головой прежде, он никого не послушал, то есть я приехал, я ему говорил, сделал предупреждение, никого не послушал, развел, то есть пришла дата, жена не умерла, в чем дело вообще, почему не умерла, ну, то есть апостол возмущается, в возмущении о том, что, что за дела, ты почему его, ну, вообще, да, ну, Бог уже сказал, что ты умрешь, жена не умерла, продолжаем, да, никого не слушает, официально разводится со своей женой, которая верующая, которая в завете, мы ее лично знаем, благословенная сестра и женится на лучшей подружке своей дочери, которая еврейка и у которой лицо оказывается, ну, один в один, как то видение, которое он увидел, и как вы думаете, вот это откровение, оно от кого было? нам надо очень четко отличать о том, что, знаете, когда человек получает откровение от Бога, оно никогда не будет направлено против какого-то человека, да, чтобы кого-то уничижить или кого-то тем более убить, потому что, кто есть человеко-убийца? Сатана есть человеко-убийца, он желает кого-то убить или чтобы кто-то там умер, у кого-то отнять, кого-то погубить. Страшно какое-то происшествие, которое произошло, он женится на молоденького, который лет на 25, его младше, вот, и потом, какое его последствие, да, о том, что этот человек вообще отпадает, от какой-либо вообще веры, то есть, сейчас, я не знаю, где он, этот человек находится, через буквально пару лет он стал возглавлять партию солнцепоклонников. Кто такие солнцепоклонники? Ну, это языческая партия, которая провозглашает о том, что мы верим Солнцу, мы верим в то, что Солнце управляет всей Вселенной, и это бывший апостол, это христианин, который мы думали, что он на самом деле, ну, просто для нас это был идеал, для нас это был эталон, мы где-то равнялись на него, и где-то вот мы на самом деле просто в какой-то степени его вознесли. Следующий пастырь, вы знаете, вот пошла какая-то вот такая линия, то есть, вся первая линия, она упала после этого апостола, то есть, тот апостол, пастырь, который уже был в Казахстане, над Казахстаном, это был мой личный духовный наставник, это мой был духовный отец, который к себе не подпускал, ну, в какой-то степени дистанцировался, да, он жил какой-то обособленный жизнью, а почему-то меня он впустил, то есть, я был вхож в ее дом, меня наставляла его мама, потому что он получил когда-то откровение, что он будет с копцом, то есть, он никогда не женится. Но у него были действительно очень мощные откровения, у него действительно были откровения от Бога, этот человек был псалмопевец, он мог, то есть, когда его Бог крестил Духом Святым, на протяжении, я не хочу сказать минут, на протяжении несколько часов он пел Господу без остановки в рифмованной форме, можете себе представить, стихами, и это без остановки просто лилось, и потом его, вот эти стихи записывались, и эти стихи были прекрасны, мы видели, что Бог с ним разговаривает, мы видели то, что Бог говорит через него, я хочу сказать о том, что на тот момент я идеализировал, это был мой личный грех, потому что я не был научен, у меня не было своего физического отца, мой физический отец когда-то оставил нас, когда мы были еще совсем маленькими, я хочу сказать о том, что вот этот человек, он заменил мне отца, то есть, этот человек стал для меня не только духовным, он для меня стал социальным каким-то отцом, который меня взрастил, который меня вскормил, от которого научился, на который смотрел просто, в моем представлении, это был, можно сказать, образ Христа на этой земле, я его идеализировал, и это был мой грех, на самом деле, то есть, знаете, Библия говорит очень четко, проклят человек, полагающийся, или надеющийся на другого человека, и плоть свою делающий свои опоры, и блажен человек, уповающий на кого? И блажен человек, уповающий на Господа. У меня на глазах этот человек, после того, как упал главный апостол, мой пастырь, мой наставник, мой духовный отец, он падает, он впадает в блуд, все церковь это видит, через какое-то время его отстраняют от служения, он уезжает в Германию, и посидение, например, на самом деле, я ездил потом к нему в Германию, навещал его, но сейчас я даже не знаю, где этот человек. И вы знаете, через какое-то время маятник, он качнулся в другую сторону, то есть, для меня апостолы, для меня пастыря, для меня учители, это были какие-то особенно духовные люди, на которых я равнялся. Наступил другой какой-то момент, другая крайность, когда в моем сердце образовалась какая-то дыра, вы знаете, какая-то такая рваная рана. Каждого пастыря я воспринимал, как лже-пастыря. Каждого апостола я воспринимал уже заранее, как лже-апостола. Каждого учителя Библии я воспринимал, как лже-учителя. То есть, в мою жизнь пришло страшное разочарование. Я вспоминаю об этих годах, о какой-то, знаете, это был не просто темный, это был какой-то черный период. Черный период моего отпадения, когда я просто на самом деле настолько разочаровался, что я просто ушел от Бога. И какое-то время я был не с Богом, просто на самом деле. Но я хочу сказать о том, что я благодарен вот этому периоду, который был в моей жизни, период глубокого разочарования в служителях, в моем личном пастыре, в моем личном служителе. Потому что этот период, то есть буквально находясь во тьме, вот в какой-то черной мгле, я могу так сказать, находясь в каком-то даже подобии проклятия, потому что я очень низко упал в какую-то буквально яму. Я научился выбираться из ямы, и я начал учиться уповать личному упованию на Господа. То есть с этого момента я начал лично искать, начал взывать Иисусу, начал обращаться к Нему и говорить, «Иисус, пожалуйста, помоги мне. Я разочарован в людях, но я не разочарован в Тебе. Люди, они ошибаются, но Ты не ошибаешься. Люди, они могут предать, но Ты никогда не предашь. Люди, они отреклись, но Ты никогда не отречешься». И вы знаете, вот этот выход, он был настолько тяжелым для меня. То есть я начал карабкаться, буквально потихонечку вылезать из этой ямы, и через какое-то время Бог начал меня просто выводить на какие-то свои пути, на какие-то свои пажити. Я хочу сказать о том, что благодаря тому, что я когда-то пережил, сегодня я во всем полагаюсь только на Иисуса Христа. Мой подход сегодня, я сегодня не доверяю человеку, я вручаю человека в руку Господа Иисуса Христа и доверяю Иисуса, который в нем, или в этом человеке, или если он еще не в нем, то, по крайней мере, я верю в то, что Иисус Христос держит эту ситуацию под своим Божьим контролем. Я хочу сказать, что на сегодняшний день я являюсь тем человеком, который самому себе не доверяет. Ну, то есть в том плане, что я молюсь каждое утро и говорю о том, что Иисус, я вручаю еще и еще раз свою жизнь, свою душу тебе, потому что я ненадежный человек, мое сердце крайне испорчено, но Ты знаешь мое сердце. Ты можешь меня вывести, Ты можешь меня вести, только Ты. На Тебя одного только полагаюсь, на Тебя только одного уповаю. И я научился отличать откровения. Отличать откровения, откуда они? Я просто увидел о том, что, знаете, во главе всегда будет стоять вот это место из Библии, которое написано в первом послании Атеана. Давайте мы его все вместе откроем. В четвертой главе с первого стиха написано так. Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они? Потому что много лжепророков появилось в мире. Ну, если тогда много лжепророков было, во времена апостола Иоанна, то сейчас их просто пруд пруди. Духа Божия и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога, а всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. Вот это основополагающее, то, что дает апостол Иоанн, апостол любви, любимый ученик Иисуса Христа, он нас предупреждает о том, что есть самое главное отличие, о том, что духа заблуждения, узнавайте так, всякий дух, который исповедует Иисус Христа, пришедший во плоти, есть от Бога. И вы знаете, вот здесь надо очень четко разобраться. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа или Иисуса Христом, то есть Христос это кто? Это помазанник. Апостол Петр когда-то получил откровение, ты Христос, сын Бога живого. Это сам Бог, который пришел во плоти. Вот сегодня в мусульманском мире есть какие-то, вы знаете, такие вот просто перетрубации в отношении того, кто такой Иса, кто такой Иса Масих, который написан в Коране, и он там преподносится в качестве пророка. И теологи Корана, они все сводятся к тому, что Иса, он пророк, да, он посланник, да, он тот, через которого Аллах говорит, да, но он не является Богом. И вот это, знаете, вот это основное отличие, ну в том плане, что это конкретная ересь, потому что Иисус Христос является Богом. И мусульмане говорят так, вот вы даже, не то, что в Коране, вы даже и в Евангелии, то есть в Инжиле, Инжил это по-арабски Новый Завет, вы не сможете найти или доказать нам, что Иса является Богом или Аллахом. Но это неправда, потому что не только Новый Завет, но и Ветхий Завет говорит о том, что Иисус Христос есть Бог. Вы можете прочитать у пророка Исаии о том, что имена, которые даны Иисус Христу, это сущий, это вечный, и перечисляются имена Бога. А Новый Завет, я хотел бы сказать, знаете, вот просто, как вот докричаться, как докричаться, как донести вот это основное послание. Если вы откроете Евангелие от Иоанна, первая глава, то там уже все написано. Там начинается эта глава так. Первая глава начинается так. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Аминь? Это так или не так? И в этих трех предложениях коротких заключено все. Кто такой Иисус Христос? Можете ли вы мне назвать хотя бы одну личность, которую Библия или Коран называют Словом всемогущего Бога? Не тот, кто говорит Слово, а Божье Слово. Божье Слово. Или Слово, Которое есть Бог. Иисус Христос – это Слово, Которое есть Бог. Это Слово, Которое пришло от Отца. Чуть ниже мы можем прочитать Слово, Которое стало плотью. И это Слово обитало среди нас полной благодати и истины, и мы видели славу Его. Бога не видел никто никогда, но кто? И Единородный Сын, Сущий. Сущий. Кто такой Сущий? Это Иегова. Вечно существующий в Боге. Вечно существующий. Если вы откроете книгу Откровения, вы можете прочитать о том, что имя Ему, имя Иисуса Христу, какое? Слово Божие. Аминь или не аминь. Мухаммед. Мы уважаем, конечно, Мухаммеда, но можно ли его назвать Словом Божиим? Он не является Словом Божиим. Кого бы мы сегодня не назвали, даже самых великих пророков, Исаия или Иеремия, они несли Божьи слова, но они не являются Божьим Словом. Иисус Христос является Божьим Словом, и это Слово Божье является кем? Оно является Богом. Понимаете, в чем разница? И вот это, на самом деле, это незыблемая истина. И вот здесь, как мы можем отличать истинное послание от неистинного послания? Если какое-то послание или откровение несет нам весть об Иисусе Христе как о Боге, как о посланнике Бога, как о Слове и истине, которое спасает, освобождает, исцеляет, это послание есть от Бога, оно откровение, которое исходит свыше. Есть очень много откровений, которые вы знаете, но одно откровение я вам привел, просто откровение ужасное, оно реально было от дьявола. И человек просто на самом деле утверждал, что он получил откровение. Каждый раз, когда я его пытался увещевать, говорит, что ты делаешь, остановись. Он говорит, я получил, я видел, я смотрел, голос мне проговорил, я прочитал. Но, вы знаете, это откровение, оно ложное. Почему? Потому что оно преследует какие-то чьи-то личные вожделения и чьи-то личные какие-то похоти. Оно не преследует Божью цель. Ну, жениться, на ком-то захотелось, или там просто молоденькую увидел, вильнуло там, понравилось, как Версавия, история с Версавией. И захотелось вот просто... И уже все остальное, все идет в сторону, и вот я вот это хочу. Что это? Это похоть. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И это пытается нам преподнести в качестве откровения. Всегда можно отличить, когда откровение от дьявола, оно всегда будет вести человека к погибели. Оно будет обворовывать его, оно будет вести каким-то разрушительным последствиям. Не к созиданию, а к разрушению. Когда человек получает какое-то личное, какое-то человеческое откровение... Вы знаете, когда я ездил в Пекин и проводил семинары среди студентов, студенты, да, родители отправляют своих деточек, сыновей, дочерей, учиться, они сами себе предоставлены. И что там начинается? Они начинают влюбляться, начинается весна, и они верующие. Ну, по крайней мере, кто-то, может быть, даже разден свыше, кто-то номинально верующий. И они начинают получать откровения. Какие откровения они получают? О, Господи! А можно ли молиться буквально вот так? Ну, то есть они делились. А можно мы вот начнем вот как-то за ручки вот так держаться, ну, до свадьбы, да, о том, что... А потом там где-то цветочек увидели, о, а это воспринимается за откровение. А можно нам целоваться до свадьбы, да, до благословения? И вот птичка пролетела, там что-то спел, о, это Божий знак, это Божий знак, мы начинаем целоваться, да. И вот просто, вот какие-то вот человеческие вожделения, которые просто, ну, как, желаемые, да, выдаем за действительное. Молодые люди начинают получать откровения. От кого они? Что они преследуют? Они преследуют Божью цель, они преследуют созидание церкви. Когда ты говоришь, откровение, вот оно, да, это Слово Божие. Вот написано о том, что, ну, просто вот Мария и Иосиф там обручились, потом их там благословили, о том, что, когда девушка или парень четко стоят на Божьем Слове, да, вот откровение, основополагающее, всегда откровение должно четко быть построено на Божьем Слове, на Божьем основании, на Божьем Слове. Вот так написано. Не написано нигде о том, что мы можем заниматься там, половой жизнью, там начинать жить до брака. Ну, если это написано, то это можно делать, но это не написано, вы где не найдете. Если мы начнем вот где-то вот так буквально из пальца высасывать о том, что вот откровение получил, но оно не основано на Библии, это не от Бога. Сразу вот так просто отметаем это. Это человеческое, это душевное, это земное, это еще какое, это бесовское, потому что вот так написано. А если это основано на Словом Божьем, если это прославляет Иисус Христа, Иисус через свои откровения, через то, что Он дает, Он всегда утверждает свою власть, Он расширяет свое царство. Его откровение всегда направлено для того, чтобы кого-то спасти, кого-то освободить, кого-то исцелить, кого-то привести в свое царство. Сегодня очень много откровений, псевдо-откровений, которые направлены на то, чтобы обогащать. Конечно, вы знаете, на самом деле, очень заманчиво прийти в церковь, где тебе обещают, что на тебя будет золотая манна сыпаться буквально, вот стоит тебе там что-то сделать, какие-то шаги, и ты будешь самым богатым человеком, Бог тебя просто будет благословить, если ты подойдешь этому апостолу, ногу поцелуешь там, или там руку поцелуешь, или что-то сделаешь, или там что-то посвятишь, вот посеешь ему там что-то, там машину, короче, там или квартиру, в церковь отдашь, и тебя ждет обязательно какое-то такое, уже на этой земле ждет какое-то такое финансовое благословение. Вот интересное отличие. Иисус Христос вы нигде не найдете в Евангелии, что сам Иисус Христос призывает к приношениям или к пожертвованиям. Я хочу сказать, это было бы даже смешно. Пришел Бог на землю, и говорит, ну давайте это, ну принесите мне, ну дайте, потому что, ну просто, ну может быть, сегодня мне покушать надо, или сегодня мне надо что-то приобрести, мне денег не хватает. Вот Бог, Он нуждается в наших приношениях? Как вы думаете? Вот истинно настоящий Бог, Он в наших приношениях, Он не нуждается вообще, потому что у Него все, Он обладает всем. Но апостол Павел уже, он учит о том, что да, вот каждый первый день, недели откладывайте, да, Потому что апостол Павел человек, и он лидер церкви, да, и церковь нуждается. Церковь это собрание верующих, это собрание людей, да, которые родины свыше, но мы нуждаемся, у нас есть детский дом, у нас есть то или другое служение, мы собираем пожертвования, и это нормально, это нормально, когда мы собираем пожертвования для каких-то благих целей, но когда мы не ставим вот это служение во главе угла, вы слышите, да, о чем я говорю, потому что во главе нашего служения, во главе угла, мы всегда должны ставить кого? Во главе угла у нас всегда стоит, по крайней мере должен стоять, сам Господь Иисус Христос. И вы знаете, когда акцент только немножко смещается, вот мы прославляем Иисуса Христа, поклоняемся Ему, мы утверждаемся в Нем, Он постоянно у нас в центре внимания, но стоит немножко сместить акцент, ну просто вот так на самом деле, вот Иисус исцеляет, да, и мы начинаем говорить о здоровье, да, долгое время я проповедовал там о здоровье, как сохранять свое здоровье, как сохранять себя в силе, чтобы не болеть, я хочу сказать, это хорошо, но если это учение о здоровье затмевает собой Иисус Христа, Иисус постепенно уходит куда-то на периферию, это откровение уже не является откровением Божиим, оно человеческое. И в конечном итоге в своих учениях я подхожу к тому, что, ну я учил о том, что здоровье оно бывает физическое, да, есть психическое здоровье, есть какое? Духовное здоровье, которое полностью целиком основывается на откровении, на моих взаимоотношениях с Иисусом Христом, аминь или не аминь. Он в центре моего исцеления, Он в центре моего здоровья, все, то есть мы опять пришли к общему знаменателю, о том, что Иисус Христос в центре нашего здоровья, Он в центре нашего внимания, сохранять надо, да, водичку пить нужно, кушать тоже надо питаться, да, но самая главная вода жизни, это сам кто? Иисус Христос, да, Он есть пища, которая исходит с небес, Он есть все во всем, полнота наполняющая. Учение Иисус Христа, откровение, которое Он дает, оно всегда сфокусировано на созидании, на том, чтобы Его тело, тело Христово, оно постоянно росло, оно постоянно созидалось, оно постоянно назидалось, оно постоянно двигалось, оно правильно функционировало. Итак, мы можем четко видеть, о том, что есть ли откровение, которое я получаю, или кто-нибудь из вас получает, или вы куда-то идете, или куда-то едете на конференцию, и вы видите, что какой-то учитель, какой-то пророк, какой-то апостол вам говорит, делится с вами каким-то откровением, и вы видите о том, что в какой-то церкви, в целой динаминации, о чем-то очень много говорят, но почему-то уже длительное время не говорят о самом Иисусе Христе. Вам это знакомо? Я хочу сказать о том, что в последнее время я только и сталкиваюсь, то есть я смотрю туда, я смотрю какие-то передачи, я просто смотрю на некоторые служения, которые длятся месяцами. Я слушаю, 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 и потом спрашиваю себя, а где же Иисус Христос? Иисус, о Нем уже давно не говорится, они даже не вспоминают о Нем, они даже не упоминают имя Иисуса Христа. Деньги, 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 или там исцеление, 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 или там чудеса, 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 и даже уже, когда делаются чудеса, или за кого-то молятся, уже даже не молятся во имя Иисуса Христа. Я понимаю, что здесь что-то не то, так не должно быть. Это что, церковь? Но апостолы предупреждают, сам Иисус Христос предупреждает предупреждают о том, что в последние времена придет очень много лжихристов, которые много задумывают. Долдущего много? Знамений и чудес. Они будут делать чудеса, они будут делать целые знамения. Но имя Иисуса Христа, оно будет постепенно вот так отодвигаться. И тогда мы можем узнать о том, что эти служители, они не от Бога. Слушайте меня? То, что они говорят, вот это откровение, это не откровение на самом деле. Потому что, вы знаете, очень частое явление в последнее время, это то, что какой-то лидер поднимается, имя Иисуса Христа затирается, и люди начинают прославлять этого лидера. И этот лидер говорит о том, какой он хороший, какой он прекрасный, что он это сделал, что он это сделал. Но, вы знаете, на самом деле, просто, когда человек вот так выпячивает свою плоть, он ведет всю общину или целую динаминацию, он ведет куда? Мы уже об этом говорили. Он ведет их к проклятию, к падению и отпадению. Потому что он уже не проповедует Иисуса Христа распятого. Он уже не проповедует спасение. Он уже не проповедует освобождение. Он не проповедует истину. Потому что истина, она только во Христе Иисусе. Аминь. Слава нашему Богу. Я хотел дальше прочитать первое послание от Иоанна, 4 глава. Мы закончили на том, что дух Антихриста, он придет, и теперь есть уже в мире, с 4 стиха. Дети, вы от Бога и победили их. Ибо тот, кто в вас, больше того, кто в этом мире. Вы знаете, на самом деле, несмотря на то, что мы живем в последнее время, пример с Лотом, он очень хороший. То есть Бог знает, как спасать своих. Если Бог Лота вывел из Содома, из Гаморы, если Бог Ноя спас, когда уже на самом деле весь мир находился в погибели, и вот эти 8 человек, они спаслись. Аминь. Значит, Бог верен. Значит, Бог силен спасать. Потому что тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире. Они от мира, потому и говорят по-мирски. Еще один критерий. Вы знаете, когда я слушаю проповедника, который говорит по-мирски, то есть буквально, я уже периодически об этом говорю, на полублотном или блотном жаргоне. Ну, то есть вот пальцы веером, да, и практически вот это, знаете. Знаете, я хотел бы, знаете, сегодня проследить эту такую четкую линию в плане того, что Иисус Христос говорит своим словом оправдаешься, своим словом и осудишься. Когда я вот слышу речь какую-то, да, которая не прославляет уже Иисуса Христа, они говорят по-мирски, они говорят по-блатному, они говорят, ну, на самом деле, на таком языке, от которого уши вот так сворачиваются. И это же, это идет с кафедры. Можете себе представить? И просто вот на самом деле я понимаю о том, что это не от Бога. Потому что мои слова, смотрите, я хочу сказать, это сегодня диагностика твоего состояния, моего состояния. Те слова, которые я говорю сегодня в этом мире, те слова, которые я говорю сегодня, да, в повседневной жизни, дома говорю, перед своими детьми говорю, сам с собой там, да, ну, там где-то разговариваю, да, в своей тайной комнате, со своими близкими людьми, они меня сегодня, они сегодня уже меня или оправдывают, или они меня сегодня уже осуждают? Почему? Почему? Я хочу сказать, дайте один основной такой критерий, отличий. Когда меня мои слова оправдывают. Любые слова, которые говорю, например, да, я говорю о том, что вот говорю что-то, что подводит к Богу. Или я говорю какие-то слова, которые утверждают кого-то в Боге. Или я говорю уже для христиан какие-то слова, которые наставляют, назидают, утверждают во спасении и возводят, возносят его. Эти слова, они меня оправдывают, потому что я их Христа проповедую. Слышите меня? И этот Христос, который во мне, он меня в этот момент оправдывает. Любые слова, которые не прославляют Иисус Христа, они идут против вас. Слышите меня? Любые слова, которые не проповедуют Христа распятого, они уже сегодня осуждают вас. Они идут против вас, они вас уже на самом деле в этом отношении судят или осуждают. Вы где-то понимаете о том, что на самом деле что-то не так сказал. Или какое-то пустословие на самом деле. Вот говорю, а в этом нет никакого смысла, в этом нет никакого назидания, наставления. Пустые слова, пустословие. Ну и, конечно, самый крайний вариант – сквернословие. Прославляет ли Бога сквернословие? Или блатной жаргон, или какой-то диалект, который сегодня даже ученые установили – это язык бесов. Это язык потустороннего мира, на котором разговаривают какие-то злые духи. И человек на этом диалекте говорит, можете себе представить, иногда через слово, в каком-то таком криминальном мире это нормально. Но хочу сказать о том, что для христиан-то это ненормально. В том плане, что когда с кафедрой звучит вот такая речь, нехорошая, грязная такая, это не прославляет. Это уже говорит о том, что вы где-то не на том месте, ребята, вы не в церкви, ну где угодно, но это не церковь Христова, потому что в церкви Христовой Христос прославляется, Христос в центре служения, Он во главе, Он на троне. Мы входим в состояние благоговения, какого-то трепета. Весть о святости на сегодняшний день стала настолько непопулярна. Сегодня непопулярно быть святым. Слышите меня? Что значит быть святой? Святой – это отделенный для Бога. Буквально, если переводить, это тот, кто себя отделил и посвятил Богу, через которого вот это благая весть или вот это словословие, оно льется непрестанно. То есть это человек, который постоянно говорит или о Боге, или говорит Боге, или говорит Богом святые слова, как чистое словесное молоко. Аминь или не аминь. Апостол Павел говорит о том, что всякое раздражение, сквернословие уст ваших, оно просто исчезнет вообще из вашей жизни. Да не будет этого в вашей жизни, потому что это не прославляет нашего Иисуса Христа. Смотрите, что прославляет нашего Иисуса Христа. Мы от Бога. Знающий Бога слушает нас. Кто не от Бога, тот не слушает нас. В последнее время написано, что люди будут слушать учителей, которые будут льстить их слуху. О, проповедник, говори о том, что мы будем богатые. О, проповедник, говори о том, что мы будем в изобилии жить. Что у нас все будет хорошо. Не надо нам говорить какие-то плохие вещи. Не разочаровывай нас, проповедник. Пусть вот только с твоих уст слетает какая-то лесть. Какие мы прекрасные, у нас все хорошо, мы идем ко спасению. И вот весь изобличающее, что просто стоит только проповеднику заговорить, вот на самом деле это что-то такое, да, что вот просто вы не на правильном пути. Куда вы идете, да? Бог предупреждает вас. Все, в такую церковь не ходят, потому что там неприятно, говорят. Посему-то узнаем духа истины и духа заблуждения. Возлюбленный, седьмой стих. Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Но я хочу сказать, знаете, сделаю такую поправку на том, что дьявол тоже любит. И дьявол тоже учит любви. Но эта любовь, знаете, дьявол что любит? Дьявол любит грех. Дьявол любит насилие. Дьявол любит человекоубийство. Дьявол любит, конечно, за свою ложь. Аминь или не аминь. Потому что он творец за лжи, он отец за лжи, он на самом деле автор всякой лжи на земле. Он любит, когда люди говорят ложь. Он любит, когда люди говорят какую-то неправду. Он учит людей, как любить грех. Он учит людей, как пребывать в пороке. Это тоже любовь, да? Но это любовь к чему? Любовь к тому, что противно Богу, что является мерзостью перед Богом. Бог есть любовь, и Бог, Он учит нас той любви, которая во Христе Иисусе раскрылась нам обильно. Девятый стих. Любовь Божия открылась к нам в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Мы получаем жизнь только через Него. Аминь или не аминь. Жизнь пришла только через Иисуса Христа. Вечная жизнь. В том любовь, что не мы возлюбим Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто не видел никогда. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И смотрите, к чему я вас веду. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. Очень важно своей жизнью, своими словами исповедовать, что Иисус есть Сын Божий. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в Нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает Боге, и Бог в Нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение. Послушайте внимательно. Если мы любим, если мы любим друг друга, если мы любим ближних, если мы любим дальних, если мы любим даже своих врагов, которых мы на самом деле не понимаем, как это вообще возможно, но мы можем любить врагов, потому что в нас сокрыта любовь Христова, потому что в нас живет сам Христос. И Он-то любит. Он любил своих палачей и говорил, Господи, прости им, ибо они не ведают того, что творят. И смотрите, 17 стих заканчивается тем, что мы имеем дерзновение в день суда, когда ты любишь, когда ты исполняешь эту заповедь, ты можешь с дерзновением входить во святая святых. Ты уже минуешь суд. Написано, верующий в Иисус Христа на суд, что они не приходят, они минуют суд. Имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. И вот это вот основной стих сегодня. Последний стих. Если мы поступаем в этом мире, как Он, как кто? Как Иисус Христос. Все. Ты оправдан. Ты омыт. Ты освящен. Ты омыт кровью Иисуса Христа. Ты можешь спокойно входить в самое святая святых Богу с дерзновением. Библия об этом говорит. Ты на суд не приходишь. В этот момент через твои уста, потому что от полноты сердца, от избытка сердца говорят уста, ты будешь говорить только святые слова, только о том, что хорошо, только о том, что созидают, только о том, что спасают. Ты будешь всегда приводить людей ко Христу. Не отталкивать, а приводить. И смотрите, какое еще отличие. Иисус Христос говорит, предупреждает о лжеучителях и говорит о том, что по плодам их узнаете их. Не слушайте то, что они вам говорят, потому что фарисеи, они говорили прекрасные вещи. Они прекрасно знали герменевтику, теологию, пропедевтику, историю и так далее. Терминология какая-то библейская. Все прекрасно, все очень красиво. Но плод их жизни был ужасен. Они не собирались. Они думают, даже пальцами не хотят шелохнуть, чтобы исполнить заповеди. Слышите меня? Это абсолютно лицемерная жизнь. Как мы можем проверить истинность проповедника или посланника, или пастыря, или апостола соответствует ли его проповедь его жизни? Аминь или не аминь? И вот сегодня я хочу задать вопрос. А как вы можете проверить? Например, вы смотрите телевидение, и вам нравится какой-то проповедник. Он там живет где-то в дальней стране, в Австралии или в Америке. И вы думаете, вы слушаете, это просто елей какой-то льется, это какая-то святая благодать. Как можно говорить такие слова? Ну, прекрасные какие-то слова, прекрасный проповедник, такие истины. Но я хочу сказать, можете ли вы проверить его личную жизнь? Он там, десятки тысяч километров. Соответствует ли его проповедь, его личная жизнь? Потому что Иисус Христос говорит, по плодам их узнаете, то есть надо узнавать по плодам, а плода мы не видим, потому что он далеко, мы не можем это проверить. Я хочу сказать о том, что вот здесь выход в чем заключается? В моем представлении, да, выход заключается как раз таки, в чем прелесть, или в чем благодать, или в чем выход, или в чем истина, очень хорошо найти поместную церковь. В чем преимущество поместной церкви? Ты можешь прийти, послушать проповедь, она тебе понравилась, и потом ты можешь сам проверить. Аминь или не аминь? А проповедник, он живет вот такой жизнью, о чем проповедуют? А могу я к нему в гости прийти, или он недоступен, или он там за бетонными стенами живет, и там овчарки, там собаки бегают, охраняют, и он там вне зоны доступа? Вот если не могу, то вопрос появляется, вообще это кто? Просто это какая-то религиозная элита, или какая-то каста, которая уже не пробьется, или это доступный человек, потому что все апостолы, они были, что? Они были простыми. И апостол Павел пишет, не отходите от простоты Божьей во Христе Иисусе. Будьте каждому готовы дать ответ перед Богом. Я хочу сказать о том, что мы так живем, в том плане, что у нас с Наташей, наши двери открыты. К нам приходят люди, они смотрят, как мы живем, они смотрят о том, что у нас все очень просто, что с нами можно поговорить, что мы доступные, ну мы поехали куда-то в эту Караганду, в которой мы когда-то жили, мы встретились с пастырями, мы хорошо вместе посидели, совершили какую-то совместную молитву покаяния, попросили друг у друга прощения. Говорят, ну что нам делить-то, сколько лет уже прошло? Ну вот там где-то кто-то в ком-то разочаровался. И вот этот пастырь, который был с самой левой стороны, пастырь церкви Вечная Евангелие, он говорит, ты знаешь, он встал перед пастырями, он говорит, вы знаете, когда все это закончилось в моей жизни, искушения какие-то, какие-то испытания, я увидел о том, что один пастырь упал, апостол упал, пастырь над нами упал, они впали в страшное какое-то блудодеяние, мы увидели о том, что эти люди вообще отошли откуда-то от Бога. И потом мы встали под Сандея-де-Ладжи, мы стали двигаться в этом направлении. Совсем недавно Сандея-де-Ладжи тоже упал, в том плане, что это уже всем известно, не надо этого скрывать. И я получаю такое откровение, это что же, я следующий, я следующий. И мне, говорит, стало страшно, мне стало страшно от того, что я могу не выдержать, ну, если Сандея-де-Ладжи не выдержал, если там апостол, над которым мы там, ну, просто он на самом деле, он для нас был образцом, он упал, то я тоже упаду. И говорит, что он делает? Он говорит, я еду, я бросаю все, и еду, я лечу в Америку к тому первому пастырю, который первый упал. Смотрите, это очень важная истина. Я лечу к этому апостолу, прихожу к нему домой, я не знаю, например, что там, он пастырь или он не пастырь, но этот пастырь рассказывает, я прихожу к нему домой, я выражаю ему почитание. Вы знаете, Давид, царь Давид, он этим отличался, он не осуждал Саула, да, за то, что он гонит его, он, даже когда у него была возможность реально расправиться с Саулом, он его благословлял, потому что он считал его помазанником. На сегодняшний день нет помазанника, в моем представлении сегодня есть только один помазанник, этот помазанник Иисус Христос. Мы все помазаны, но помазанник только один, слышите меня. Но этот пастырь выражает почитание, он говорит, я хочу выразить вам благодарность за то, что я через вас когда-то уверовал, я через вас когда-то получал наставление, я через вас получал когда-то увещевание, я выражаю вам свое почитание, Я уважаю вас как служителя Божия. И вы знаете, когда он говорит, я вот этим поделился, он с нами поделился этим, он говорит, я что-то такое просто пережил, потому что это очень важно. Смотрите, что важно. Важно, когда ты не осуждаешь лидера или какого-то служителя, или какого-то пастора, или какого-то апостола, или какого-то знаменитого евангелиста, и не говоришь, о, какой евангелист, блудник, еретик, страшный, и начинаешь осуждать его. Я хочу сказать о том, что в тот момент, когда ты осуждаешь, включается страшный механизм. Тем судом, которым ты судишь, Бог начинает судить тебя. И ты падаешь. Падаешь так же, как этот апостол упал. Падаешь так же, как этот евангелист упал. Но в тот момент, когда мы почитаем и уважаем служителей, говорим о том, что мы не будем их судить. Я не знаю там, в чем он. Он не мой раб, Библия говорит. Бог знает, падает он или встает, Бог силен его поднять, так говорит Библия. Но если ангелы не имеют, даже вот на сайте, просто власти или силы какой-то произнести на нас какого-то безукоризненного суда, мы-то вообще кто такие, чтобы судить? Ну, Бог с ним сам разберется, да. Он в Божьей руке. Я полностью целиком его вручаю в руку Божию. Моя задача продолжать почитать. На самом деле, то есть мы отстранили пастыря, моего пастыря, который был надо мной. Я участвовал в том, чтобы просто отстранить его от служения. Говорит, ты больше служения не будешь. Но потом я поехал в Германию к моему пастырю. Я выражил ему свое почитание. Это было 10 лет назад. Я приехал и сказал, Саша, я хочу тебе сказать, я тебя не осуждаю. Совсем могло такое произойти, со всеми. И просто я хочу сказать о том, что мы продолжаем тебя любить, мы тебя любим. Приезжай к нам обратно, начинай опять нести, возвращайся, возвращайся. И мы пообщались хорошо, и я уехал. В моем сердце не осталось осуждения. И вы знаете, на самом деле, когда мы никого не судим, когда мы не осуждаем, вот это искушение, оно на нас перестает действовать. Вот эти соблазны, да? О том, что я хочу сказать, что те пастыря, которых вот сегодня вы увидели, почему они устояли? Почему они до сих пор несут служение? 20 лет уже прошло, они продолжают нести служение. И эти служения сильные. Там в центре абилитации один из самых мощнейших. Наркоманы получают продолжать освобождение. Люди продолжают спасаться. Люди продолжают исцеляться. Почему? Потому что они никого не судят. Вы знаете, истина заключается в чем? Нам надо всем смотреть только на кого? Нам надо смотреть только на Иисуса Христа. И продолжать двигаться вместе. Смотреть на Иисуса, не на человека, не на Сандея-де-Ладжи, не на какого-то знаменитого евангелиста, не на тот, кто вот так красиво говорит, или так красиво там просто как-то вот на самом деле делает какие-то знамения и чудеса. Независимо от того, что делает человек, нам важно смотреть только на Иисуса и не отводить от него взгляд. Иисус всегда в центре, Иисус всегда в сердцевине нашего служения. Он всегда акцент нашего служения, моей личной жизни. И если я только ненадолго отвлекусь, автоматически это будет вести меня к чему? К падению, к ослаблению, отпадению. И очень важно быстренько опомниться, покаяться, сказать, Господи, прости меня, я просто отвел взгляд не туда. Мы смотрим на Иисуса и мы продолжаем двигаться вместе. Мы встретились с пастырями, покаялись друг перед другом, покаялись перед Богом, попросили прощения и сказали, давайте мы дальше будем уже двигаться вместе. Что нам делить? Мы делаем одно дело. Смотрим на Иисуса и двигаемся вместе. Слава нашему Богу! Аллилуйя! Я хотел бы открыть это место, и оно написано у пророка Иеремии. Я уже заканчиваю. Очень важно послание сегодня, потому что я хотел бы расписаться в том, что в своих словах о том, что я человек, я могу упасть, не смотрите на меня, наоборот, молите за меня. Каждый раз вручайте меня в руку Господа, молитесь, говорите, пастырь, он человек, он может споткнуться, он может упасть. Мы смотрим на Иисуса Христа, но нам бы очень хотелось, чтобы пастырь продолжал нести служение. Нам хочется подержать его руки. Нам хочется быть соучастником в этом служении. Помогать, а не мешать. Созидать, а не разрушать. Пророк Иеремия, 17 глава, 5 стих. Точнее, с 5 стиха. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека и плодит, делает своей опорой, и которого сердце удаляется от Господа. Конечно, кто-то может сказать, все проклятия Иисус Христос забрал на крест. Но я хочу сказать о том, что на сегодняшний день проклятие, оно... Так, я все-таки возьму, что-то батарейка уже садится. Когда мы во Христе, мы благословены. Когда мы вне Христа, проклятие начинает опять действовать. Это абсолютная истина. Не выходите из Иисуса Христа, потому что сегодня есть реальный шанс отойти от Него, оставить Его и войти в когорту отпадших, потому что Библия об этом говорит. Невозможно опять отпадших вновь приводить к покаянию. Это написано в послании к евреям. 6 стиха. Он будет, как вереск в пустыне, и не увидит, когда придет доброе. И поселится в местах знойных в степи, и на земле бесплодно необитаемой. Благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Ибо он будет, как дерево, посаженное при водах, и пускает корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной. Лист его зелен, и во время засухи он не боится и не перестает приносить плод. В моей жизни были такие примеры, к сожалению, нехорошие, когда я видел, когда апостолы падали и очень сильно разбивались, и некоторые из них до сих пор не поднялись. И мне это говорит о том, что, лично мне это говорит о том, что если такие апостолы упали, если генералы веры так разбиваются, то насколько нам надо бодрствовать на сегодняшний день, да и не отводить свой взгляд от нашего Господа Иисуса Христа. Благословен человек, я хочу закончить сегодня на хорошем, благословен человек, который надеется на Господа, и которого упование Господь. Благословен человек, который надеется на Господа, и у которого упование Господь. Другое место Библии говорит о том, что блажен народ, у которого Господь есть, кто? Бог. Аминь или не аминь? Слава нашему Богу! Давайте мы сегодня склоним наши сердца перед нашим Господом Иисусом Христом, потому что Он достоин. Иисус Христос есть Бог. Если кто-то говорит иное, что Иисус Христос – это не Бог, это просто какой-то хороший учитель, это и есть дух Антихриста, это и есть ересь, это и есть ложь дьявола. И нам надо четко стоять на том, что сегодня последнее время и очень много лжиучителей, и очень много лжиучений распространяется в этом мире. Господь, помоги нам, пожалуйста, очень вовремя, своевременно, издалека уже отличать, какое учение от Тебя, какое от дьявола, какое откровение от Бога и какое вообще не является откровением. Научи нас, Господь, Отче, отличать те послания, которые Ты говоришь каждому из нас лично, или через проповедника, или через слово Твое, или через молитву, во время молитвы, в тайной комнате. И сегодня мы узнали о том, что истинное послание, оно всегда прославляет Господа Иисуса Христа. она всегда ведет к этой личности, к утверждению в Нем. Укрепи нас в этой истине, укрепи нас во взаимоотношениях, в развитии этих взаимоотношений с нашим Господом, потому что сегодня Иисус – это реальная личность. Господь, дай мне получать те послания, свежие откровения, пусть эти откровения каждый день обновляются. Откровения от Бога, о том, что Бог любит меня, что Он меня первый возлюбил. Не я Его первый возлюбил, но Он меня первый возлюбил. Так сильно, что отдал свою жизнь, не позволял, не пожалел своей души. Был верен даже до смерти, смерти крестной. Откройся мне, Господь, и сегодня своей силой, своей благодатью, своими истинами, своей любовью. Говори, Господь, мне свои святые слова. Говори через меня свои святые слова. Пусть те слова, которые проходят через мое сердце, через мои уста, оправдывают меня, а не осуждают меня. Пусть те слова, которые сегодня я говорю и буду говорить, приближают меня к Богу, а не отдаляют от Него. Пусть те слова, Господь, которые проходят через мой сосуд, а не приближают людей к Богу, утверждают во спасении, исцеляют и освобождают, созидают и назидают. Господь, утверди меня в этой истине, утверди меня в этой личности, утверди меня в этом царстве, потому что Иисус принес на эту землю царство свое, царство Христа. В котором царят свои правила, свои законы, закон совершенный, закон Духа и Свободы во Христе Иисусе. Мы не живем больше по правилам этого мира. Мы, христиане, живем по правилам, которые установил наш Господь Иисус Христос. У нас свой президент, у нас свой царь, и этот царь есть царь царей, и этот Бог есть Бог богов, и этот Владыка Иисус Христос есть Владыка Владык. Аллилуйя, слава Тебе, всемогущий Бог, Господь, Отече. Аллилуйя, Отец. Пусть, Господь, Отече, просто прямо сейчас отпадет от меня, Господь, все то, что не прославляет Бога, всякая ересь, помоги мне перестать смотреть, Господь, или слушать, все то, что не прославляет Иисус Христа, потому что только во Христе истина, только в Нем путь, только в Нем жизнь, только в Нем любовь, только в Нем спасение. Сегодня церковь – это то место, где я могу в чем-то утвердиться, где я могу что-то сохранить, что-то сберечь. Это не миллион сберечь, это не хозяйство свое сберечь, это не имение свое сберечь, это не состояние свое сберечь, сберечь жизнь, и при том вечную жизнь, сберечь свое спасение, которое подарено мне во Христе Иисусе. И как сегодня многое часто звучит, что там, где двое или трое собраны, там уже церковь, но Библия так не говорит, это есть лжеучение. Там, где двое или трое, это всего лишь двое или трое. Иисус Христос говорит другое, что если кто согрешил, поди ему, выскажи все. Если не покаялся, скажи перед двумя-тремя свидетелями. Если и там не покаялся, то тогда уже иди и скажи перед церковью. Церковь – это не два-три человека. Церковь – это собрание верующих, это те, которые поставлены, это те, которые рукоположены, потому что Иисус поставил церковь свою, Он поставил апостолов, Он поставил учителей, Он поставил пророков, это и есть церковь. Столб и утверждение истины. И врата ада не одолеют ее. Это многоразличие благодати Божией. Это различие служения. Когда служение различное, но Дух один и тот же. Дух Божий, Дух Святой. Слава тебе, всемогущий Бог. Да, нам силой, Господь, каждый раз собираться вместе, Господь, чтобы церковь твоя росла. Умножь нашу церковь, поместную церковь, где мы можем, Господь, приходить и слышать твои истины. Сами участвовать, свидетельствовать, прославлять имя Твое, поклоняться Тебе как единому Богу во Христе нашим Спасителе, Иисусе Христе, Господь Отец. Слава тебе, Господь, Отец. Чтобы наши молитвы были услышаны, помоги нам собираться, Господь, Отец. И Господь, Отец, всей церковью молиться. Не просто по два, по три человека, но всей церковью молиться, потому что это такая мощь, это такая сила, что оковы падают. Аллилуйя, Отец. Слава тебе, Господь, Отец. Мы благодарим Тебя, всемогущий Бог, за Твой свет, свет истины, за Твое Божие присутствие на этом месте. Пусть то слово, которое сегодня было сказано, которое написано, которое мы прочитали, которое никто не придумал, которое никто не высосал из пальца и сказано Божьим языком, дай нам принять его глубоко в сердце. Пусть оно неприятно, пусть оно горькое, пусть оно меня обличает, пусть оно меня обрезает, крайнюю плоть моего сердца, но дай мне принять его, потому что это Твое слово. Каждый раз, когда дьявол приходил к Иисус Христу и скушал его, Иисус Христос отвечал одно, написано, написано, написано. Дай нам, Господь, знать Твое слово, дай нам, Господь, и очень прозвращать Твое слово, дай нам противостоять Твоим словом, дай нам побеждать Твоим словом. Слава тебе, всемогущий Бог. Аллилуйя, Отец. Мы молились во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя Господа нашего Иисуса Христа, и народ Божий скажет Аминь. Будьте благословены. Если у кого-то есть... А, да, у моей супруги есть сегодня свидетельство. Я тоже хотела немножко поделиться поездкой, потому что многие спрашивают, как съездили, со всеми не получается встретиться. Я буквально, наверное, несколько месяцев тому назад осознала, что, наверное, самое замечательное в жизни это видеть, как движется Бог в наших жизнях и участвовать в этом. Не просто со стороны, да, а быть участником этого. Потому что эти переживания это самое лучшее, что есть в жизни. И, знаете, мы собрались... Никто не знал вообще, зачем мы собрались. Пастыря с женами. Кому-то вообще сказали, просто Геннадий приезжает, да, хотели встретиться. То есть никто не знал, кто будет. Кто не смог, тот не смог. Бог собрал именно тех, кого нужно было. И, знаете, мы начали... Как вы думаете, с чего начинают пастыря, когда собираются? Нет, мы начали славить Господа с прославления. Мы начали славить Господа, и пришло такое присутствие Духа Святого, что просто, знаете, такое ощущение, что мы вот просто вот находимся вот в атмосфере все это, знаете, насыщенность. И одна сестра получает откровение, что столпы собрались. Столпы, которые прошли много и выдержали. Да, потом был ужин, да. Ужин очень вкусный был. Вот, ужин закончился, и все не знают, что дальше, потому что реально нас собрал Бог, и мы ожидали. И, знаете, мы начали с того, что мы начали благодарить друг друга за то, что в тяжелые какие-то времена кто-то другому помог. Кто-то говорил, а помните, мы с вами делили одну китайскую лапшу, вот эту вот, знаете, которая запаривается, на четверых, ну, семьей, помните. А кто-то говорил, знаете, когда Юра Морозов нам казалось, что он такой сильный, он основа... пастор и директор репцентра, он прошел тюрьму, судимость, и нам казалось тогда, что он непоколебимый. А когда ему Бог сказал, открывай документацию на медцентр, он, оказывается, я в тот момент так сомневался, пришел к Абаю, к брату, а у Абая на тот момент было четверо детей, сейчас уже шесть. Я, говорит, вижу, что им есть нечего. А он открывает шкаф, достает, ну, на те деньги, в тенге сколько это было. Ну, в общем, он, в общем, всю свою заначку, все свои деньги, он под нуль отдает и говорит, Юра, я верю, что Бог хочет тебя благословить, и отдает ему эти деньги. И, говорит, вот это меня так вдохновило, что я думаю, что я еще сомневаюсь, тут человек с четырьмя маленькими детьми мне последние деньги отдает. Вот, то есть, вот мы делились вот такими моментами, и после этого начали исповедоваться, просить друг у друга прощения, и Бог очень сильно благословил. И это было реально действие Духа Святого, потому что я понимаю, что человеческими усилиями мы этого не можем достичь. Еще очень много моментов было, знаете, у нас очень много встреч было, потому что кто-то по Фейсбуку увидел, что мы приезжаем, нас стали как-то вычислять, нас стали преследовать, за нами стали гоняться. Вот, и, да, слава Богу, знаете, я несколько моментов хочу рассказать. Нас нашла одна сестра, на тот момент ей было 20 с чем-то лет, она только стала ходить в церковь, и, вы знаете, постоянно с ее стороны были какие-то капризы. То у нее дома прорвала канализация, братья должны были прийти подчинить канализацию. То она пришла там, ее к столу не позвали. И постоянно какие-то обиды, мы с ней столько возились, и в конце концов говорим, ну, Таня, уже так невозможно. И она ушла потом из церкви, и, знаете, она прибежала, когда узнала, что мы приехали, нашла нас, прибежала, и стала свидетельствовать, говорит, я ушла, отдалилась от Господа, у меня был мужчина, я родила ребенка, замуж он меня не взял, и говорит, у меня развился сахарный диабет, и у меня, когда была гангрена на ноге, мне сказали, что или будем ампутировать ногу, ей сейчас где-то 30 с чем-то получается, и я понимаю, что у меня один ребенок, и я вспомнила, я вспомнила о Господе. Я, говорит, помолилась, это все, что у меня осталось, это моя надежда. И я хочу ободрить, что даже если мы говорим кому-то, людям, Слово Божие, кто-то капризничает, кто-то не принимает, важно говорить. Придет момент, когда Бог в определенный момент напомнит ему посеянное, и она говорит, я теперь с Библией не расстаюсь, я сказала Богу в день, я читаю от одной до десяти глав, не меньше. Я говорю, молодец, Таня, слава Богу, давай двигайся. Еще один момент был. Слава Богу, исцелена нога? Да, конечно, как? Слава Богу, Бог исцелил. Сверхъестественно. Говорит, после того, как я взыскала его, все, на следующий день, а в тот момент она была в больнице, и готовили ее к операции. Еще одна сестра сказала, она говорит, Наташ, мы с мужем несем служение, мы столько лет вместе, и вдруг я поняла, что я охладеваю, что у меня нет любви к мужу моему. И мне стало страшно, я стала молиться, и я вижу сон, я вижу сон, что мы летим самолетом, Гена говорит, у штурвала, мы летим, говорит, есть другие братья, и вдруг, говорит, включается какая-то система, и Геннадий говорит, ну, я хочу сказать, что все, наш самолет терпит крушение, что мы сейчас будем падать. И я понимаю, что это настолько реально, и я начинаю молиться, и вдруг я в глубине, в глубине своего сердца, ощущаю колоссальную любовь к своему мужу. Знаете, если дьявол вас обманывает, что вы потеряли любовь, теряются отношения, там, между детьми и родителями, Бог дал еще раз ей пережить, и она говорит, я просыпаюсь, и получаю, и понимаю, что моя любовь к моему мужу возродилась. Вот, у них прекрасные взаимоотношения. Ну, много, вот, что можно говорить, я думаю, что времени не хватит, но еще, что меня порадовало, к нам подбегают дети, ну, красивые, молодые такие, девчонки, когда мы уезжали, они были вот такие, вот там сопливые, все такое, и они говорят, ой, мы за вами следим, мы вас так любим, мы на ютубе, ваши подписчики, нам приходят ваши уведомления, рассылки. Я думаю, вот это да, я такая сразу гордая стала. у нас, Ген, у нас рассылки, да, есть? Так что я хочу поблагодарить все, кто работает, вот, с видеокамерами, они делают свою работу, скромно, молча, мы даже об этом не знаем, но 5, через 5 тысяч километров все смотрят, следят за нами, рассылки получают, говорят, мы вас так любим, я говорю, ну, слава Богу, я хоть узнала, что у нас рассылки есть, да, что нас любят, вот, слава Богу, я, ну, реально хочу сказать, что мы, когда возвращались, у нас спрашивают, как вам понравилось, я хочу сказать, что у нас очень большое чувство удовлетворения от поездки, потому что мы знаем, что это было от Бога, что Бог проделал определенную работу в наших сердцах за те годы, и, знаете, когда мы были на пастырском общении, я сказала, знаете, 20-25 лет назад мы были молодые, нас никто не учил быть пастырями, реально наше первое поколение, оно упало на наших глазах, причем мы никто не осуждал, вы знаете, мы никто не обсуждал, я говорю все-таки, какое у нас благоговение было перед пастырями, я знаю, что братья собрались с пастырем, и они его поддерживали, поддерживали в плане, что ты сможешь, ты, ну, давай возвращайся к Богу, и вот спустя 20 лет мы опять вместе, слава Богу, и я сказала, знаете, мы теперь зрелые, мы зрелые, поэтому Бог собрал нас, Бог верит в то, что каждый из нас может выстоять, может теперь на своих ошибках, он может поддержать других, ну, вот такое вот краткое свидетельство, может быть краткое, мы вас всех любим, мы благодарны Богу за то, что мы можем уехать спокойно, и мы знаем, что служение не прекращается, что мы можем и в других местах нести, и проводить служение, ну, вот, спасибо. Слава Богу. Ну, мы будем молиться за приношение, конечно, потому что мы люди, да, как я уже говорил, я, знаете, на самом деле, вспоминаю эту историю, да, когда я первый раз прочитал про то, что пришли сборчики податей к Иисусу Христу и к ученикам, и что еще Иисус сказал, Иисус говорит ученику своему, они же были рыбаками, иди закинь удочку, и поймаешь рыбу, и у этой рыбы будет два сатиры, и с этих денег заплати, вы знаете, первое, что я подумал, когда эту историю прочитал, это сказка, ну, как вообще это можно поверить, или, или тот, кто это сказал, то есть Иисус Христос, он является Богом, потому что это надо все знать, потому что, как вот, ну, как это можно поделать, например, ну, в том плане, что, ну, там, как-то можно было, если Иисус сам пошел бы, да, забросил бы удочку, поймал бы рыбу, и там, как-то вот можно, ну, там, ну, он может подсунул там, в рот сатиры, там, ну, как-то это можно было как подстроить, но он говорит ученику, иди, забрось, независимый ученик идет, бросает удочку, ловит рыбу, и находит там два сатира. Я понимаю, что мы имеем дело с Богом, потому что только Бог может вот так знать, все, наперед, иди, поймаешь, найдешь, и заплатишь, понимаете, я там, я тебе что говорю, Иисус Христос есть Бог, Он есть всеведущий, Он есть всезнающий, Он есть всемогущий, аллилуйя или не аллилуйя, слава нашему Богу. Кому мы сегодня даем, да, кому мы приносим, кому нужны пожертвования, я хотел бы еще раз повторить эту мысль, Богу наши пожертвования не нужны, Он не нуждается, потому что Он владеет абсолютно всем. Как это ни странно звучит, приношения пожертвования нужны нам самим, то есть Бог развивает в нас способность давать. Когда я даю, во мне развивается характер Бога, потому что Бог у нас, мы верим в дающего Бога, аминь, и Библия говорит, что блажение давать, нежели брать, аминь или не аминь. Мы когда приходим к Богу, нам хочется только брать, брать, давайте там что-нибудь, там нам что-нибудь, вот помолитесь, чтобы нам пришло. Когда христианин становится более зрелым, ему хочется наоборот, отдать. Когда ты отдаешь, ты становишься богаче. Опять же, да? Странно звучит, но это правда. Слава тебе, всемогущий Бог, мы сегодня, Господь, очень приносим свои приношения, десятины, пожертвования, Господь, очень, аллилуйя, отец, потому что мы любим тебя, потому что, Господь, ты сегодня стоишь у жертвенника и смотришь, кто с каким сердцем дает, и вот эта вдовица, Господь, она принесла последние две лепты, и ты сказал, что она дала больше всех, потому что она дала последнее. Она отдала все, все, что у нее было. И это была самая драгоценная жертва для тебя, Иисус. Я верю в то, что ты благословил эту женщину в ближайшее время, потому что ты, Господь, благословляющий. Аллилуйя, отец, Оссана. Мы переживаем, Господь, это, что когда мы развиваем близкие взаимоотношения с Иисусом, Богу несложно нас благословлять. Бог обеспечивает нас, Бог двигается перед нами, Он дает все потребное для жизни и благочестия. Аллилуйя, отец, спасибо тебе, дорогой Господь, отец, за то, что Господь, ты дающий Бог, и мы, дети Твои, мы тоже учимся давать. Во имя нашего Господа Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Слава моих уст, размышления сердца моего, Тебе угодят, Тебе угодят, Ту слова моих уст, Размышления сердца моего, Тебе угодят, Мой Бог, Ты скала, Ты скала, Ты искупитель, Ты воскресший человек, Желаю стать благословеньем При Тобой. Господь мой, каждое мгновенье Я быть хочу Твоим слугой, Желаю стать благословеньем При Тобой. Ты скала, Ты скала, Ты искупитель, Ты воскресший человек, Желаю стать благословеньем При Тобой. Господь мой, Каждое мгновенье Я быть хочу Твоим слугой, Желаю стать благословеньем При Тобой. Пу слова моих уст, Размышления сердца моего, Тебе угодят, Тебе угодят, Пу слова моих уст, Размышления сердца моего, Тебе угодят, Мой Бог, Ведь Ты скала. Ты скала, Ты искупитель, Ты воскресший человек, Желаю стать благословеньем При Тобой. Господь мой, Каждое мгновенье Я быть хочу Твоим слугой, Желаю стать благословеньем При Тобой. Ты скала, Ты скала, Ты искупитель, Ты воскресший человек, Желаю стать благословеньем При Тобой. Господь мой, Каждое мгновенье Я быть хочу Твоим слугой, Желаю стать благословеньем При Тобой. При Тобой. Аллилуйя. Спасибо Тебе за этот день чудесный. Спасибо Тебе, Господь, За эту возможность собраться И свидетельствовать Тебе. Аллилуйя. Субтитры подогнал Игорь Негода. Субтитры подогнал «Симон»